Всем привет, меня зовут Илья, и как вы уже могли догадаться из названия видео, пришло время достать свой комбик, стряхнуть с него пыль, а также неплохо было бы запастись чаем. Речь пойдет о настройке и выборе комбика. Если вы как-то связаны с гитаризмом, играете на басу или на гитаре, или к несчастью вы музыкант, то эту тему невозможно не затронуть, она рано или поздно придет в ваш дом. И я сегодня попытаюсь раскрыть какие-то свои секреты, свою методику работы со звуком басовым, как настраивать частоты, как подзвучивать на сцене, какие есть хитрости, какие нюансы, что можно делать, что нельзя. Некоторые скажут из вас, Илюха, что ты несешь какую-то дичь, не так все делается, но, друзья, позвольте мне иметь свое мнение. Это видео я разделю на две части. В первой части речь пойдет о выборе комбика, какие существуют критерии выбора, на что обращать внимание, нюансы и как правильно подобрать комбик именно для себя. Во второй части будет освещено проблемы отстройки частот, проблемы отстройки звука, как подзвучивать комбик, чем подзвучивать, на сцене или на репетиции. Первый критерий для выбора комбика это мощность. К примеру, гитаристам, чтобы наслаждаться всей красотой и полнотой звука, может быть достаточно 10-15 ватт в домашних условиях и будет круто. Бас-гитаристы же не могут похвастаться этим, им нужен комбик мощнее, потому что низким частотам мощности нужны больше. Соответственно, мы смотрим от 30-40 ватт, меньше брать несерьезно даже для занятий. Но это супер крайний случай, какие-то прям мега крайние, не знаю, брать с собой на дачу. Поэтому рассматриваем 30-40 для каких-то небольших репетиций или для дома. Если речь идет о репетиционной точке для каких-то небольших концертов, то смотрим 100-150 ватт. Если вы играете в клубах или какие-то небольшие, даете на небольших площадках концерты. 100-150 ватт будет норм. Если речь идет о открытых площадках, фестивалях, то смотрим от 300. Здесь все понятно. Второй критерий для выбора комбика это лампа или транзистор. В народе однозначного ответа на этот вопрос не существует. Но если вы не знаете или вам пофигу, то возьмите транзистор. Потому что он дешевле, он проще в транспортировке, удобней и т.д. Но существуют такие музыканты, которые используют только один из этих вариантов и не принимают другой. Здесь на вкус и цвет смотрите сами. Но если вы не знаете, то начните с транзистора. Критерий номер 3. Диаметр динамика. Для бас-гитары оптимальный размер динамика от 10 до 15 дюймов. Средний, дефолтный, оптимальный вариант это 12, как обычно. Это неплохой вариант. Но рекомендуется послушать именно вашу бас-гитару, если есть такая возможность, в разные динамики и сравнить, что вам больше понравится. Слишком большие динамики, например, 15 дюймов, они дают больше бубнения, больше мутности звука. А динамики поменьше, они звучат почище. Именно поэтому для больших мощностей более продвинутые пользователи, крутые бас-гитаристы этого мира используют, например, стеки 4 по 10. Это маленькие динамики по 10 дюймов, но их 4. Это будет норм. Но для обычного человека, который играет какие-то концерты небольшие в клубах, в каких-то площадках, репетиции, среднестатистический бас-гитарист, ему достаточный 12-дюймовый динамик. Итак, покажу на примере своего комбика, как я работаю с частотами, как я отстраиваю и что я вообще делаю. На передней панели в любого комбаря есть крутилки. Вот эти все их знают, не нужно объяснять, для чего они нужны. Это предусилитель. То, что мы крутим, то, что мы настраиваем, мы настраиваем предусилитель в комбике. Это очень важное устройство, которое формирует звук вашего инструмента, формирует частотный тембр инструмента. Соответственно, у каждого комбаря свой предусилитель. У Ampega Ampeg, там у Fender Fender, у Mesa Boogie, у Mesa Boogie и т.д. и т.п. Соответственно, каждый звучит по-своему. И здесь вы должны выбирать под себя, под свой инструмент и слушать своими ушами. Каждый предусилитель имеет свой окрас, свои какие-то заводские предустановки, какие-то частотные нюансы. Это точно. Первым делом вы пришли на репетицию или вы пришли в магазин выбирать комбик. Вы вставили в него, в этот вход, свою бас-гитару в идеале. Первым делом, что вы должны сделать, это правило номер один, которое стоит запомнить на всю жизнь. Каждому бас-гитаристу, особенно кто смотрит мой канал, я делаю так всегда и буду делать всю жизнь делал так. Первым делом, что вы должны сделать, это выставить все крутилочки на ноль. Не на ноль, а на серединку, на 12 часов. Ну, на 12 часов, да. Это дефолтное положение, от которого мы должны отталкиваться. Всегда должно быть так. Всегда. Просто всегда. 12 часов. Именно в таком положении предусилитель и комбик выдаёт максимально честный тембр вашего инструмента, минимально подкрашивает его и делает наиболее правильный тембр, наиболее чистый. Но вы скажете, Илюша, ты что, а полоумил совсем? А зачем тогда вот эти все крутилочки нужны, если у тебя они всегда стоят на 12 часов? Объясняю. Бывают такие ситуации, когда, например, вы играете в помещении, где кафельные стены, неприкрытые полы и невозможно вообще играть. Акустика не предназначена. В таком случае, особенно для бас-гитары, бас-гитара инструмент, который очень зависит от акустики, крайне сильно, в отличие от гитары и т.д. Поэтому в том случае, если у вас, например, плохая акустика, мы начинаем корректировать, подчёркиваю, корректировать с помощью вот этих ручек. Второй пример, когда нужны эти ручки. К примеру, у вас дешёвая китайская полена, какая-то супер-мега-некачественная, которая сама по себе не звучит, неправильно даёт частоты, там деревяшка даже не вибрирует как надо. Инструмент сам по себе не звучит, или вам не нравится, как он звучит на 12 часов на дефолт, тогда мы начинаем крутить. К примеру, если у нас слишком инструмент бубнит, или мутно звучит, мы можем немножко прибрать, скажем, басы, чуть-чуть совсем, минимально прибрать. Если у вас не хватает читаемости, не хватает основы, не хватает моторности звука, то можно прибавить чуть-чуть серединку. Если звук тусклый, если звук не хватает яркости, обертонов, можно чуть-чуть прибавить, соответственно, высокий трэмбл. Также может быть такой вариант, что у вас убитые струны, которые уже не звучат никак, и нужно корректировать частоты, уже всё, верхов нету, серединки нету, тогда мы также корректируем, делаем читаемость. Но! Это крайний случай. Это крайний случай. К примеру, у меня гитара Fender Jazz Bass, я ей доверяю, она американская, качественная, там, стандартный звук, проверенный десятилетиями. Этот звук, это эталон звука. Мне не нужно его корректировать, у меня всегда стоит на 12 часов. Только супер крайний случай, когда у меня уже струны вообще не звучат, или там, я не знаю, какой-то комбик странно звучит, дешёвый, опять же, я начинаю корректировать немного совсем. Например, если не хватает яркости, ну, можно чуть-чуть добавить, чуть-чуть, опять же. Существует такое мнение среди даже авторитетных бас-гитаристов, что можно, к примеру, если вы играете в сольную программу, добавить яркости, прибрать низа и т.д. Конечно, эта точка зрения может быть, но я ей никогда не пользуюсь, потому что не стоит делать из баса гитару или скрипку, бас это бас, он должен звучать вот так. Не важно, что вы играете соло, не важно, вы играете там аккомпанемент, между этими двумя словами, которые я назвал гранью очень тонкой, и лучшие бас-гитаристы, у которых не знаешь, что не понимаешь вот этих переходов, они максимально плавные, что соло, что аккомпанемент, ну, это другая история. Значит, здесь всё ясно. Также бывает частенечко два входа. Для чего они нужны? Первый 0 дБ, то есть дефолт, второй минус 15 дБ. Вот этот вход, они только выглядят одинаковыми. На самом деле, они разные в плане чувствительности входного сигнала. Этот у нас в норме работает, этот минус 15 дБ. То есть, для каких-то инструментов, у которых высокий уровень выходного сигнала, например, активных. Скажем, вы играли там на пассивном, отстроили, всё громко, всё вас устраивает, а вдруг вы включили активный. Соответственно, чтобы не перестраивать, всё не крутить, можно просто другой вход и ничего не обменять. Очень полезно. Также можно две басухи включить, к примеру. Иногда бывает так, что здесь один вход и есть кнопочка минус 15 дБ. Это то же самое. Она переводит вот этот джек в режим в режим для актива, то есть, минус 15 дБ. Быстренько пробежимся по частотам. Справа бейс, низкие частоты. Если слишком задрать, звук будет грохочущим и нечитаемым. А если наоборот убрать, звук будет слишком металлическим и неестественным. Неглубоким, так скажем, некрасивым. Дальше. Средняя частота. Очень важная ручка. Она отвечает за выразительность баса, за читаемость. Если бас плохо читается, проваливается в миксе, можно немножечко добавить серединки. Но, в крайнем случае, как я повторюсь, всегда на 12 часов. Всегда, всегда, всегда. Если вам нужно сыграть соло, это можно сделать на бриджевом датчике и у вас будет хорошая середина. Не обязательно выкручивать сюда. Не надо заниматься вот этим вот. Так что, серединка на 12 часов, в крайнем мега случае, если даже бриджевый датчик у вас не звучит, все плохо, даже бридж не дает середины, можно чуть-чуть добавить. Если звук, соответственно, середину убрать, бас будет мутным, нечитаемым. Не будет основы. И трембл, то есть верха, он отвечает за яркость звука, за высокие обертона. Если сделать его слишком высоким, слишком задрать, то звук будет резать ухом, очень тоже металлическим, как, ну, короче, гитара будет. Если влево убрать, то звук будет тусклым и неярким, некрасивым. Вот. Но, опять же, 12 часов, я не вижу никаких еще вообще причин его куда-то крутить. Кроме как, вообще ни одной причины на этой планете я не знаю, чтобы крутить эту ручку. 12 часов. Даже для соло, опять же, говорю, объясню, что есть такое мнение, что можно там чуть для соло, например, чуть-чуть сделать так, так, чуть-чуть вот так. Но, повторюсь, если у вас хороший инструмент, хороший аппарат, и у вас руки на месте, и они растут из-за одного места, то вот так вот соло и соло-аккомпанемент в таком положении будет звучать хорошо. Бывает в комбиках иногда ручечек побольше. Например, может быть мид-лоу, то есть нижняя середина. И она очень важна. Бывает, потому что в диапазоне нижней середины находятся частоты, которые отвечают за выразительность баса. Если бас звучит мутно, то непонятно и мутно, не читаемо, то можно немножко убрать мид-лоу. Это происходит в районе 200-300 герц. Мы прибираем эти частоты и получаем более отчитаемый звук. Двигаемся дальше. Подзвучка комбика на сцене или на репетиции, на концерте. Вопрос тоже мучащий многих людей, но кто-то уже знает ответ на этот вопрос. У нас существует два прибора, которые вам могут облегчить эту жизнь музыканта нелёгкую. Это инструментальный микрофон и D-Box. Расскажу поподробнее. В чём плюсы микрофона и в чём минусы? Точнее, я бы сказал, в данном случае, если речь идёт о бас-гитаре, то, скорее всего, мы поставим на этом крест, потому что микрофоном никогда бас-гитару практически, кроме, если это не студия звукозаписи, специальное оборудование, специальные цели, для этого существуют задачи, бюджет многомиллионный. В таком случае можно использовать микрофон, но в обычных реалиях нашей постсоветской жизни на этот прибор можно просто забыть про него. В чём причина того, что микрофон, комбики басовые не подзвучат? В том, что очень сложно настроить с помощью микрофона басовый звук правильно, очень сложно получить вот этот вот нужный тембр с помощью микрофона, и это может превратиться в пытку. Но это в теории можно сделать. Но я этим никогда не заморачиваюсь, поэтому здесь можно поставить крест. В отличие от гитары, для гитары важно передать вот этот вот какой-то драйв перегрузов, драйв-динамика вот этого гитарного, гитарную динамику, то да, микрофонам часто гитары снимают, но для баса тут таких целей нету, поэтому микрофон отпадает. И мы плавно переходим к чудо-коробочке под названием D-Box, которая вам необходимо будет, если вы играете какие-то концерты, но, как правило, у прокатчиков она есть, но если нет, то хорошо бы иметь такую коробку. Смысл её в том, что она преобразует несимметричный сигнал в симметричный. И через неё как раз таки мы будем работать. Выкидываем микрофон. Итак, D-Box. Для чего он нужен и как с ним работать? Как его использовать в реальных? Не все об этом знают, но как только я узнал о его возможностях, то сразу купил и он мне пригождается. Даже до сих пор друзья звонят и просят одолжи-ка нам эту чудо-коробочку. Вот. Приходится отрывать от сердца. Полезная штука. Как же она работает? Возьмём супер заумную схему, которую я нарисовал буквально рисовал двое суток. Не знаю, видно, не видно. Ставим посредине D-Box. Что мы видим? Здесь у нас два входа. Точнее, один вход, другой выход. In и Out параллельные. Во вход мы втыкаем гитару, в Out мы втыкаем в комбик. И идёт сигнал на комбик. То есть, комбик у нас стоит на сцене как монитор для вас. как монитор для вас. Сюда заходит гитара, выходит в комбик. И вот здесь есть Out как раз-таки на чудо авиационном разъёме XLR, который пришёл к нам из авиации, кстати. На этом разъёме симметричным кабелем это дело уходит в пульт. Звукорежиссёр, а дальше в порталы и куда там надо. Почему именно мы делаем так? Так как у нас D-Box преобразует сигнал из несимметричной в симметричной, а, к слову, уровень чувствительности симметричного сигнала в несколько десятков раз больше, чем у несимметричного, больше возможности работать со звуком. К тому же симметричный сигнал исключает наводки, исключает всякого рода шумы, даже на большие дистанции. С помощью вот этого паута, XLR-ным кабеля мы вводим на пульт. То есть, что мы получаем? Вот этот сигнал бас-гитары мы отправляем на пульт в портал, и звукорежиссёр дальше рулит уже в зале, где сидят зрители, как ему надо. А у вас же есть комбо, которая для вас на сцене помогает вам ориентироваться. Данный вариант подключения лично я использую, он мне нравится, потому что комбик всегда для вас, как монитор на сцене, вы себя чувствуете, как на репетиции, вы слышите барабанщик, вы слышите комбик, вы рулите звук на комбике как вам надо, без всяких звукорежиссёрских вмешательств. А он уже дальше на ауте через пульт уже рулит в порталы как ему удобно. И получается хорошая картинка для вас на сцене с помощью комбика и хорошая картинка у людей, которые кушают в зале. Соответственно, гитару мы включаем сюда. В общем, таким нехитрым образом этот прибор поможет вам получить правильный звук и наслаждаться концертом. Частенько в современных комбиках можно наблюдать такие кнопки как ультра-лоу и ультра-хай. Это позволяет нам одним нажатием менять частотные характеристики в нескольких местах одновременно. Например, кнопка ультра-лоу может одним нажатием поменять в районе 40 Гц плюс 1 дБ и минус 10 дБ к примеру в 500 Гц одним нажатием. Ультра-хай работает по тому же принципу. Оно увеличивает верхние частоты и где-то срезает в серединке. Тем самым эти комбинации были додуманы инженерами и музыкантами совместно самые популярные частотные вот эти комбинации. Иногда они зашиты, но это на любителя. Пользоваться или нет это решайте сами. Я обычно не пользуюсь. Ручка Гейн это уровень входного сигнала на усилитель. Она меняет тембр и может немного подгружать его. С ней нужно быть аккуратным. Ручка Мастер это уровень выходного общего сигнала со всех каналов уже с усилителя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok